Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. Разумеется, возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем следить за теми динамиками и теми тенденциями, которые сейчас разворачиваются в рамках основных валютных активов, используемых нами в каждодневной спекулятивной деятельности. Сценарий прежний, как и всегда. Советую быть внимательными, поскольку по ходу брифинга произнесу очередное кодовое слово. Оно позволит вам получить бонус на выполнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 6%. Слово произнесу либо ближе, скажем, к середине брифинга, либо к концу. Поэтому есть отличная возможность увеличить покупательскую способность ваших депозитов. И этой возможностью, разумеется, нужно непременно пользоваться. Потому что волатильность, как вы прекрасно видите, на рынке основных валютных пар, да и, в принципе, уже можно говорить и про нефть, и касательно фондовой секции, волатильность зашкаливает. Такого рынка мы уже давно не видели, разумеется, дождались. И сейчас, соответственно, приходится использовать, стараться использовать тот фундаментальный фонд, который и создает все эти подвижные торговые сессии. Начнем сегодня традиционно с наших привычных активов. Это, разумеется, нефть и российская валюта. Откроются графики дневки. Смотрим за актуальными котировками. На текущий момент бренд у нас торгуется рядом с уровнем 52-73. Последние дни это безумные бычьи ралли. В принципе, оно было заложено в основу еще в конце прошлой недели. Мы видели, как в четверг и пятницу рынок активно отрастал вчера. Вроде бы как начали день с незначительной коррекции. Но уже во второй половине дня на рынок снова вернулись прежние быки. Потащили черное золото еще выше тех уровней, которые были достигнуты по итогам прошлой недели. Напомню, что на прошлой неделе, когда мы следили за динамикой нефти, в частности, рост четверга, был самый значительный в плане суточных движений и прироста с 2009 года. Вчера, по сути, рекорд был побит, потому что мы видели, как бренд снова набрал за одну торговую сессию порядка 10% и практически подобрался к довольно-таки важному, мощному и значительному сопротивлению на уровне 55 долларов за баррель. Конечно, пока силенок нефти не хватило, чтобы протестировать этот мощный уровень и оказаться выше. Но я думаю, что с учетом того натиска, который демонстрирует этот актив в последнее время, мы сможем, в принципе, при определенном стечении обстоятельств увидеть продолжение этого восходящего движения. Что касается долгосрочного взгляда, здесь, пожалуй, у нас все без изменений, хотя давайте сначала коснемся как раз тех факторов, которые и поспособствовали селению позиций черного золота. В принципе, восходящая динамика наблюдалась не только по бренду, но и по WTI. Есть два фактора. Судите сами, какой оказался более существенным и значительным в определении той ценовой динамики, которую мы наблюдали. Во-первых, вчера были опубликованы данные по объему производства нефти в США. Как стало известно, объемы выработки в июле составили 9,3 миллиона баррелей в сутки, то есть примерно на 1,1% меньше, чем в позапрошлом месяце. Получается, что, может быть, США действительно стали следовать делам за словом и, собственно, скорректировали объемы производства. Быть может, такая тенденция сохранится и дальше, что в целом будет создавать условия для постепенного выправления спроса и предложения. Ну, 1,1% это, скажем, смехотворное сокращение. Я не думаю, что минус 100 тысяч баррелей в сутки может оказать какую-то существенную поддержку долгосрочного характера для нефти, потому что это ерунда действительно на фоне тех масштабов, по производству которых характерны со стороны трех ключевых производителей, то есть США, Россия и представителей ближневосточного нефтяного картеля ОПЕК. Второй фактор – это уже как раз публикация бюллетеня со стороны этого нефтяного конгломерата ОПЕК. В частности, согласно этому бюллетеню, который был опубликован в рамках вчерашней торговой сессии, можно прийти к выводу о том, что многие страны, которые входят в состав ОПЕК, весьма обеспокоены текущей ценовой тенденцией и, разумеется, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация стабилизировалась. Но вопросов здесь не может быть, разумеется, беспокойно, особенно Саудовская Аравия, чей бюджет на 81 или даже 82% зависит от поступлений именно нефтяных доходов. То, что Саудовская Аравия испытывает серьезные экономические проблемы и трудности в связи с коррекционной динамикой нефти, мы об этом знали еще два месяца назад. Разумеется, если проанализировать так по отдельным странам, мы придем к выводу о том, что большинство реально недополучает тех средств, которые могла бы получать. Но в последнее время это не мешало ОПЕК увеличивать объемы производства, с лихвой превысить ту квоту, которая сейчас составляет 30 миллионов баррелей, а по факту мы знаем, что объемы фактической добычи уже превышают это. И, опять же, на призывы той же самой Саудовской Аравии ОПЕК, собственно, никак не отвечал. В плане внеочередных заседаний не будет, потому что есть конкретный регламент, есть процедура рассмотрения текущих показателей ценовой конъюнтуры на рынке энергоресурсов. И следующее заседание пройдет строго по плану в декабре 2015 года. В Венесуэло на прошлой неделе, собственно, может быть, именно очередной призыв со стороны другого региона стал причиной того, что трейдеры поверили в возможность того, что давление, которое сейчас оказывается на ОПЕК, может стать причиной решения о внеочередном собрании. Но это по-прежнему еще не подтверждено. Кроме того, не забывайте о том, что ОПЕК ясно дал понятие достаточно длительный период назад о том, что в одиночку они никак не могут повлиять на, разумеется, те цены, которые сейчас характерны для рынка энергоресурсов. Поэтому политика должна быть со стороны ключевых производителей синхронной, сбалансированной, совместной. И если нужно поставить вопросы о снижении объемов производства, нужно делать это, соответственно, объединившись и поднимая общий вопрос касательно фактической планки по производству. Поэтому резюмируем ту динамику, которую мы наблюдали по нефти в четверг, пятницу и вчера. Это бычья ралли, которая основана только на одних лишь слухах и ожиданиях. Это спекулятивная природа роста. Если это так, значит, не думаю, что для сохранения бычьего импульса, для продолжения восстановления черного золота имеется достаточное фундаментальное основание. Имеются, скажем, все факторы, критерии, которые должны, по идее, способствовать продолжению усиления позиций, разумеется, черного золота. Если этого основания, достойного основания нет, значит, по-прежнему сохраняются риски коррекционной динамики и возобновления снижения черного золота к тем уровням, на которых оно находилось раньше. Сейчас уже ставим цели повыше прежних ориентиров, поскольку нефть за последние дни очень высоко забралась, 45 долларов за баррель. Единственное, что позволит нам отказаться от коррекционной идеи, это, собственно, решение ОПЕК провести это внеочередное заседание. Но пока подобных новостей в средствах массовой информации не появлялось, значит, подобной позиции пока не озвучено со стороны ближневосточных производителей нефти, а значит, мы понимаем, что спекулятивная природа роста очень быстро может, скажем, заместиться таким же прессингом, активным, динамичным, но только в основу этого прессинга будет закладываться уже четкое фундаментальное основание, с которым сейчас спорить, наверное, ни в коем случае нельзя. Главная идея – избыточное предложение, и, разумеется, эта идея остается по-прежнему основополагающей для долгосрочного села по черному золоту. Думаю, что к перспективам, соответственно, нефтяного актива можно будет вернуться тогда, когда Brent, если и сможет закрепиться, выше 55 долларов за баррель. Но пока это под вопросом, мы видим то, что этот уровень держится, ну и будем следить, разумеется, за дальнейшей динамикой черного золота. Идем дальше. Российская валюта, текущее значение 65 на премаркете. Соответственно, рубль, разумеется, использовал ту фундаментальную поддержку, которую дал энергоресурс. Соответственно, усиление позиций нефти благоприятно сказалось и на динамике российского актива. Видели локальный максимум, точнее, минимум против основного американского конкурента выше 70. Буквально на прошлой неделе и сейчас рубль восстанавливается, реагируя, опять же, на поведение черного золота. Думаю, учитывая, что вчера мы наблюдали серьезный рост уже ближе к концу торговой сессии по нефти, может быть, сегодня на открытии, опять же, российских валютных торгов мы сможем увидеть еще большее укрепление национального валютного актива. Однако, есть, конечно же, и негативные факторы для рубля. Во-первых, это сентябрьский период, который, как вы наверняка помните, должен быть связан с выплатой достаточно серьезного долгового обязательства перед зарубежными коридорами. Разумеется, повышенный спрос на иностранную валюту через конвенсионные сделки будет оказывать такой же серьезный прессинг и на позиции рубля. Против российской валюты сейчас играет и факт эскалации напряженности на юго-востоке Украины. Снова мы возвращаемся к этой теме. Она не отпускает никак именно и российский фондовый рынок, и создает риски в целом для национальной экономики в целом. Также мы знаем, что и по статистике именно российского происхождения по промпроизводству, по темпам оттока капитала по инфляции нам пока также радоваться нечему, поэтому статистические риски присутствуют и имеют место быть для дальнейшей реализации негативного характера по рублю. Ну и прежде всего, конечно же, следим за нефтью. Если, безусловно, бренд умудрится погнать выше, выше 55 долларов за баррель, рубль также начнет тяготеть к рубежу уже 60 рублей против доллара. Но вероятность этого сейчас крайне низка. Я думаю, что мы вот как раз находимся на переломном моменте, хотя рост уже был избыточный. Может быть, трейдеры и инвесторы одумаются и вернутся более к объективным основаниям, предполагающим, соответственно, возможность снижения нефти и возвращения прежних витков девальвации по рублю. Поэтому не отказываемся от нашей долгосрочной идеи, связанной с тем, что рубль еще не пережил самые жуткие времена для себя, они еще впереди, пока остановимся на значении 70 рублей против доллара. Идем дальше. Европейская валюта против американского конкурента. Актуальные котировки 1,1272. В целом мы видим то, что евро продолжает консолидироваться рядом с уровнем 1,12 и уровнем 1,1250. Если, опять же, проанализируем динамику прошлой недели, очевидно, что главный валютный риск находится под давлением того, что трейдеры возвращаются к старым инвестиционным идеям. Сейчас главный валютный риск евро тяготеет к более низким ценовым значениям. Вчера были опубликованы данные по инфляции. Риски дефляции хоть и уменьшились, но все равно вопрос, связанный с дополнительными мерами экономического стимулирования, остается открытым. По факту вчерашнего отчета можно констатировать незначительный, символичный прирост, что в целом не позволяет нам отказываться от идеи, возможности и вероятности более агрессивного выкупа активов со стороны европейского мегарегулятора. Вероятность этого очень высока, слухи постоянно усиливаются, того, что ИЦБ, опять же, как я уже отмечал, должен быть гибким, должен быть адаптивным, должен быть проактивным и, соответственно, задействовать те инструментарии, которые имеются в его арсенале. Если черное золото продолжит дальше ослабеть, будут созданы дополнительные риски для еще большего снижения инфляции, для еще большего давления на индексы потребительских цен. И, разумеется, к концу 2015 года еврозона может подойти, скажем, точнее, 15-й год еврозона может завершить вместе, скажем, неразрешенным ключевым вопросом и ключевой проблемой, связанной с низкой инфляцией. Это будет проблема, конечно же. Поэтому сейчас мы продолжаем готовиться к новым мерам стимулирования, в каком формате они могут быть, либо продление программы QE за сентябрь 2016 года, либо просто увеличение, собственно, емкости покупки облигаций. В любом случае, это меры, которые будут приводить к увеличению баланса центрального банка, оказывать еще больший прессинг на позиции главного валютного риска. И не забывайте, конечно же, также про текущий, актуальный, фундаментальный фон, характерный для конкурента евро, для американцев, потому что мы предвкушаем самые значимые макроэкономические релизы, разумеется, готовимся к повышению краткосрочных процентных ставок, постоянно смотрим за статистикой, анализируем фундаментальный фон и каждый день, по сути, находим дополнительное подтверждение того, что мы на правильном пути. И сейчас также, не собираясь отказываться от этой идеи, разумеется, усиление позиции доллара будет оказывать еще большее давление на евро. Тот локальный восходящий импульс, который мы видим сейчас, но его можно, конечно же, допустить, особенно учитывая то, что за неделю пара евро-доллар свалилась с уровня 1.17, по сути, до уровня 1.12. Крутовато за 5 дней. Допускаю проторговку, восходящее движение, ну а потом снова попрем к тем уровням, которые являются более фундаментально обоснованными и оправданными для евро. Это ниже уровня 1.10. Что касается пары доллар-японская иена, здесь также снова стоит вернуться к последним макроэкономическим данным. Я не буду повторять непосредственно по статистике. В целом, самое главное, чтобы вы усвоили о том, что фон располагает к нормализации денежно-кредитной политики. В пятницу у нас состоялись конференции председателя, заместителя председателя ФРС Фишера, комментарии Булларда. И в целом, согласно их формулировкам, можно прийти к выводу о том, что Китай в целом не создаст каких-то негативных сейчас оснований для американской экономики вряд ли волатильность последних дней заставит ФРС отказаться от идеи повышения краткосрочных процентных ставок впервые за 10 лет. По статистике, рынок труда восстанавливается, рынок недвижимости в целом лучше некуда. Лучшие показатели за последние 10 лет, как по рынку труда, так и по рынку недвижимости. На этой неделе нас ожидают два важных макроэкономических отчета. Это, конечно же, ADP, тот отчет по состоянию американского рынка труда, который предвосхищает Non-Farm Perils. И в пятницу уже ключевой релиз, который будет анализировать, точнее создаст все условия для того, чтобы мы оценили объективную картину по рынку занятости в США. И в целом, я считаю, что даже отталкиваясь от прогнозов, у нас миллиард оснований верить в то, что рынок труда чувствует себя лучше, чем в начале этого года. Значит, целевой показатель по безработице будет достигнут уже до конца 2015 года. И как ни крути, сейчас достаточно действительно оснований для того, чтобы ФРС перестал нервировать и томить рынки и все-таки анонсировал повышение ставки. Напомню, что следующее заседание пройдет буквально через пару недель, 17 сентября. Мы будем за ним, разумеется, следить внимательно, потому что есть вероятность, что именно эта дата может войти в историю. Именно из-за такого ожидаемого и значительного события для рынков. Поэтому USD иена на текущий момент консолидируется рядом с уровнем 121, но невооруженным взглядом видно то, что доллар продолжает карабкаться вверх, и эта тенденция сохранится. Следующая цель 125, ждем ее возвращения. Фунт находится под давлением растущего доллара. Актуальные котировки 1,54, может быть, даже еще ниже. Наша долгосрочная цель 1,53. Факторы для ослабления позиций британской валюты, еще раз напомню, это рост американского доллара, соответствующая фундаментальная поддержка для американца. Это, скажем, очевидное осознание того, что Банк Англии отложил сроки повышения ставки и, соответственно, сроки достижения целевого показателя по инфляции. Это, конечно же, несколько разочаровало рынки, потому что инвесторы, которые делали ставку на покупку британца, надеялись на то, что Банк Англии сразу же последует за ФРС, может быть, с интервалом в пару месяцев. Но сейчас очевидно, что Банк Англии, в отличие от ФРС, полностью фокусируется на показателе по инфляции. И если сейчас нет никаких оснований делать ставку на то, что инфляция стала набирать активные темпы в плане роста, значит, нет оснований надеяться на скорое повышение ставки. Эта идея начинает объединять все большее количество трейдеров и, соответственно, провоцировать все большее, скажем, давление на позицию фунта. Наша цель, еще раз напомню, 1,53. Как только достигнем этого уровня, будем уже думать о том, что делать дальше. Сегодня утром были опубликованы протоколы Резервного банка Австралии и обновлена процентная ставка. Как и ожидалось, она осталась без изменений, 2%. Что касается протоколов, ничего нового мы также не услышали. Австралийцы продолжают дисконтировать риски, связанные со снижением темпов роста китайской экономики. Вследствие, скажем, тех проблем, с которыми столкнулась экономика Поднебесной, мы видим то, что создаются угрозы для торгово-партнерского взаимодействия. И, разумеется, сказываются на основных стратегических партнерах Китая, Австралии и Новой Зеландии. Австралиец уже давно, скажем, депрессует по этому поводу, уже двигается в район 0,70. Актуальные котировки 0,71 с небольшим. И в целом мы понимаем, что наша долгосрочная идея, ну, в буквальном смысле, будет реализована в самое ближайшее время. 0,70 мы уже долго ждали, осталось подождать еще чуть-чуть. Эти риски очень быстро никуда не денутся. Поэтому в целом можно будет как раз дождаться еще коррекционной динамики, снижения на 100-120 пунктов, чтобы добраться до нашей цели на уровне 0,7. Это очень мощная поддержка, которую, я уверен, мы сможем протестировать в самое ближайшее время. И еще USDCAD. Актуальные котировки 1,3138. Здесь, понятно, канадец за последние дни набрал очень неплохо против американца. Почему? Потому что растет, конечно же, нефть. Если до этого мы видели то, что черное золото стало причиной серьезного ослабления позиции канадской валюты, то сейчас мы наблюдаем уже обратную динамику. Сегодня из-за макроэкономических отчетов, как раз переуроченных Канаде, стоит отметить данные по ВВП. И ожидания очень плохие. В частности, квартальный прирост должен составить минус 0,9%. То есть, в целом, совершенно очевидно, что падение цен на сырьевые товары негативно сказывается на канадской экономике. Это очевидно. Поэтому, если действительно статистика будет такой удручающей, я думаю, что канадцу придется снова отступать против американца. А наша идея снова станет актуальной, потому что мы ожидаем возвращения USDCAD выше уровня 1,33. То есть, до реализации этой идеи от текущих уровней остается порядка 170-160 пунктов. Также интересная инвестиционная идея для реализации на самое ближайшее время. Ну, собственно, по основным валютным активам пробежались. Думаю, цели понятны. Разумеется, завтра мы снова вернемся к обсуждению уже актуального новостного фона. Сегодня кодовое слово, приурочим его к нефтяному картелю ОПЕК. Величина бонуса, еще раз напоминаю, 6%. Бонус действует до завтрашнего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Что касается вопросов, разумеется, ждем их на нашем официальном канале на YouTube, на Амаркетсе. Оставляйте их под видео окном, ну и, конечно же, комментарии. Буду рад прочитать и ознакомиться. Всего доброго, до свидания.